В конце 19 века Россия переживала бурный экономический подъём. Происходили важные перемены в российском обществе. Появились новые классы и социальные группы. В 1894 году на престол взошёл последний российский император Николай II. Его царствование началось с трагического события. Во время пышной коронации, проходившей на Ходынском поле в Москве, в давке погибло более тысячи человек. Это было плохим предзнаменованием. «С чего началось правление Николая II, тем и закончится», – говорили в народе. Каким изменением в экономической и социальной сфере привело развитие капитализма в России в конце 19 века? Почему началась русско-японская война? Каковы её итоги для России? Экономическое развитие. Промышленность. Отмена крепостного права способствовала развитию промышленности. В 80-х годах в России завершился промышленный переворот, начавшийся в 1830-40-х годах. Наступило время индустриализации, усиленного развития промышленности и превращения её в основную отрасль экономики. Использование опыта и технических достижений передовых держав позволило России достичь самых высоких в мире темпов промышленного роста. Наиболее заметно это было в тяжёлой промышленности. Так, выплавка чугуна увеличилась более чем в три раза. К концу столетия появилась химическая и машиностроительная промышленность. Бурный подъём переживало железнодорожное строительство, в развитие которого государство вкладывало огромные средства. Однако догнать передовые страны Россия не могла. К концу 19 века Россия стала одной из крупнейших стран по территории и численности населения. В стране насчитывалось около 130 миллионов человек. Росла численность промышленного пролетариата, людей, которые проживали со своими семьями в городах и работали на заводах и фабриках. Сельское хозяйство. Несмотря на рост промышленного производства, основой экономики России по-прежнему выступало сельское хозяйство. В нём было занято три четверти населения. Реформа 1861 года вызвала большие социальные изменения в деревне. Усилилось расслоение крестьянства. Из него выделились богачи, сельская буржуазия и бедняки. Остальное составляли середняки. Это способствовало развитию капиталистических отношений в сельском хозяйстве. Беднота вынуждена была продавать свою рабочую силу, создавая кадры наёмных рабочих для промышленности и предпринимательских аграрных хозяйств. Сельское хозяйство России всё больше превращалось в товарное производство. Товаром становились и аграрная продукция, и рабочая сила, и земля. Увеличивалось сельскохозяйственное производство. Выросла урожайность зерновых, а вместе с тем и торговля зерном. В 1890-е годы главным товаром на экспорт оставались зерновые. В конце XIX века Россия отдавала около половины мирового урожая зерна, до четверти мирового урожая овса и занимала первое место по общему объёму сельскохозяйственного производства. Крестьяне-предприниматели вместе с купцами и мещанами скупали помещичьи земли. Изменения в социальной структуре. Отражением социальных сдвигов в русском обществе стал рост городов. Молодая российская промышленность не могла обеспечить работы представителей всех обедневших классов. В городах рос слой люмпен-пролетариев, низших слоев пролетариата и босиков, людей без определенной работы или места жительства и бродяг. Положение рабочих было тяжёлым. Рабочий день мог длиться до 14, а то и более часов. Применялся детский труд, широкое распространение получили штрафы. Рос и другой класс капиталистического общества – буржуазия. Разбогатевшие крестьяне формировали слой сельской буржуазии. Нередко они вкладывали деньги в торговлю, а затем и в промышленность. Деревенские корни имели многие промышленные магнаты России – Морозовы, Гучковы, Рябушинские. Среди русской буржуазии были и представители купечества – Мамонтовы, Путиловы и т.д. В предпринимателей превращались и некоторые дворяне – владельцы крупных хозяйств и фабрик – Потоцкие и Бобринские. Однако новому классу – буржуазии – пока не удавалось стать влиятельной общественной силой. Прежние хозяева жизни – дворяне – постепенно сходили с исторической сцены. К началу 20 века 60-70% дворян уже не имели земли. Внешняя политика России. Русско-японская война и её итоги. После создания Тройственного союза Россия пошла на сотрудничество с Францией, которая жаждала реванша после поражения во франко-прусской войне. В начале 1890-х годов две страны подписали союзный договор. Такой же договор был заключён в 1907 году с Англией. Несмотря на имевшиеся разногласия, Англия и Россия договорились о разделе сферы влияния в Иране и Афганистане. Эти шаги предопределили участие России в будущей мировой войне на стороне Англии и Франции. На Дальнем Востоке к концу XIX века в сферу влияния России попала Корея и Северный Китай, на которые также претендовала Япония. Соперничество России и Японии на Дальнем Востоке привело к обострению отношений, а затем и к русско-японской войне 1904-1905 годов. В ночь на 27 января 1904 года японские миноносцы внезапно напали на русскую эскадру, стоявшую на рейде Порт-Артура, главной российской военной базы в Маньчжурии. Россия оказалась неподготовленной к войне. Японская армия превосходила русскую в военно-техническом отношении. В Маньчжурии русские войска потерпели ряд поражений. После длительной обороны в декабре 1904 года пал Порт-Артур. В феврале 1905 года Россия проиграла сражения под Мукденом. В мае 1905-го большая часть российского флота была разбита у островов Цусима. По Портмунскому мирному договору, заключенному в августе 1905 года, Россия потеряла Порт-Артур и Южный Сахалин. Корея стала сферой влияния Японии. Поражение России в русско-японской войне было воспринято русским обществом как национальный позор и стало одной из причин первой русской революции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова